Приветствую вас. Значит, в первую очередь сразу хочу сказать, что ваше такое утверждение о том, что вы принимаете свое тело таким, какое оно есть, является неправдой. Потому что если бы вы принимали бы свое тело, то вы бы никогда не подумали о том, как мужчина может реагировать на вас. На вашу грудь и так далее. Раз вас это беспокоит, раз вы стесняетесь, значит вы стыдитесь этого. То есть стыдитесь вы себя. И вот, соответственно, над стыдом перед собой, над стыдом себя и нужно в первую очередь работать. То есть, ну, что имеется в виду? Работать. Да? Работать имеется в виду учиться себя принимать, учиться лично старости. Понимать, например, что возбуждать может не только тело, но и личность. И что сильнее всего возбуждает личность в купе. В купе тело. Не наоборот. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому, вот в этом направлении вам желательно бы двигаться в этом направлении личностного роста. Вот. И принятие себя. Дальше, значит. Так. Вы пишите, мне очень хочется почувствовать себя желанно и хотя бы так и научиться говорить о сексе. Ну, возникает вопрос. А что? Как бы... Секс это что-то... Плохое. Это... Что-то запретное. Почему? 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 Вам кажется сложно говорить о сексе. Чего вы стесняетесь? Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Или опасаетесь? Может быть? Вот. Честь это... Мне кажется... Нужно исследовать, ну, как минимум, как минимум, как минимум. Дальше, значит, так, увы, я только в чате поняла, что даже аналины не могу раскрыть свои мысли как-как и чего хочу. А почему не можете? В чем трудность? Ну, я полагаю, что какая-то трудность все-таки есть в том, что вы не можете раскрыть свои желания. Вот. А вы этого не раскрываете. Отношения в реалии из-за моей ценительности, мне кажется, страдали. Да, возможно. Переживаю, что партнер увидит ее и не сможет испытать возбуждение. Почему вы переживаете? Потому что это больно ударить по вашей самооценке. Майя. А если вас это больно ударит по вашей самооценке, Майя, по вам. Вы не уверены в себе. Вот. Скорее всего. Опять же. То есть. То есть. То есть. Ва... 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 вам далёте отказ, то вам будет неприятно и неестественно. Естественно. Вот. Ну так это вот как раз вопрос о том, как вы к себе относитесь. Вот. Это как раз вопрос о том, как вы себя воспринимаете. Дальше, значит, в реале, значит, так, с тех пор как это с мужем развелись. Ну, нужно здесь ещё сделать анализ ваших отношений с мужем и вашего поведения в отношениях с мужем, потому что это тоже повлияло на ваше восприятие себя. Развод всегда крайне такое стрессогенное событие в жизни человека, поэтому с этим тоже нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.